Также один из многочисленных вопросов Виолетта, как ты выкладываешь фото вот так вот? То есть ты его, как оно так выкладывается, что у него можно нажать и перейти на это фото? Ребята, секрет, сейчас вам раскрою, ну пожалуйста, обязательно поблагодарите в комментариях Секрет, фишки делю Вы хотите сделать анонс о том, что у вас вышло новое фото в инстаграме Все, что вам нужно, это нажать на само фото И внизу, видите, у нас здесь есть, ну допустим, я хочу вот это фото сделать, мне просто нравится больше Внизу у нас есть сердечко, комментарии и вот такой вот самолетик, да? Мы нажимаем на самолетик И здесь у нас будет добавить публикацию в вашу историю Вы нажимаете добавить публикацию в вашу историю, вуаля, у вас она появляется Но чтобы, вы можете также выбрать, какой вы хотите увидеть Так, чтобы было видно начало текста Ну, я так выбираю, потому что мне кажется, это более кликабельно Вот, ну можете также выложить его просто так Вы можете его расширить, можете его сделать меньше Я бы на вашем месте сделала его вот в таком формате И обязательно написала бы, что типа кликни, кликни на меня Чтобы человек понял, что у него надо кликнуть, да? И чтобы человек 100% понял, что надо кликнуть Вы можете нажать на стикеры Ввести здесь, я пишу стрела Всегда пишу стрела Здесь вытаскиваются очень крутые стрелы И та стрела, которая мне больше всего нравится Прям отрывает сердце вам эти лайфхаки Вот эта стрела, она мне кажется прям, ну, очень красивая Ее вы поворачиваете, как вам надо И направляете куда человек должен кликнуть Чтобы он до конца понял и принял То, что ему реально нужно кликнуть туда Все, и выкладываете Ну, можете еще написать, о чем вы написали в посте Много разных идей Вот так Ну что, друзья, далее я хочу вам раскрыть тайну того Как же я обрабатываю видео для инстаграма, для сториз и для постов Я уверена, что вам будет это интересно Так что продолжаем Сразу скажу, если мне нужно смонтировать действительно какой-то более сложный материал Допустим, там рецепт Вот как я монтировала с этим видео, да? Или же что-то такое творческое, где мне нужно мельче нарезать То я монтирую в Final Cut Pro X на своем ноутбуке Я всегда стараюсь, чтобы упростить все действия, которые я делаю Я пользуюсь приложениями такими, как InShot Очень удобное приложение Бесплатное для нарезки видео, фото Я не знаю, ждет ли его такая же участь, как приложение Flippogram Так как я вам про него рассказывала, я действительно им пользовалась И мне сейчас многие пишут, Виолетта, что делать, я его не могу скачать и найти Сменились разработчики и поменялось полностью приложение Оно стало вообще неудобным Поэтому многие пришли на InShot, я в том числе Как им пользоваться? Очень просто Вы нажимаете на новый, допустим, проект Вы открываете видео, которое вам хочется использовать, да? Допустим, оно Ну тут самое важное вам понимать, что здесь вот видите, вы InShot написано Но на самом деле есть лайфхак Вы можете нажать на крестик И тут появляется такая функция, типа InShot Pro Ну это надо купить его, да? Или удалить надолго, это 229 рублей Или удалить этот раз Вы думаете, ну ладно, один раз прокат, удаляется На самом деле это можно делать каждый раз То есть пока, не знаю, может производители не поняли фишку Но я с каждой видеозаписи, надеюсь, что они не смотрят это видео Удаляю этот шрифт и все становится очень просто Каждый раз просто удаляю бесплатно Дальше идем Чтобы построить видео под формат Stories Вам нужно нажать на размер И нажать на вот этот 9 к 16 Это точно размер Stories Дальше вы уже можете играть с видео, как вы хотите И я вам рекомендую просто полностью изучить это приложение Но если вы хотите, допустим, изменить размер видео Вы просто идете в размер И вот здесь можете его взять меньше Можете подвинуть, куда вам надо Допустим, вверх, да? Нажать на галочку Дальше вы можете на это видео наложить фильтры Я не знаю Я однажды купила фильтры, там тоже за 140 рублей Я, по-моему, про это говорила уже Эффекты мы нажимаем И здесь будут такие эффекты, как Star Допустим, да? Вот так вот звезды летят Или такой эффект, как Что видео как будто бы трясет, да? Я это покупала, но за 140 рублей Мне кажется, что это довольно недорого Можно вот сделать так, чтобы я была этим каким-то пауком Что это? Можно сделать, чтобы это было как зеркало Тоже прикольно, кстати, выглядит Довольно прикольно Ну, а здесь, по-моему, есть какие-то бесплатные даже По-моему, вот это бесплатные Волны Ну, делать все, что угодно можно Тут уже только ваша фантазия Нажимаете Далее Можно сделать, отрегулировать скорость видео Вы просто нажимаете на само видео пальцем И здесь Вы нажимаете на скорость Все, что вам нужно, это скорость увеличить До нужной вам для видео Нажимаете галочку Все видео, оно будет очень-очень быстро Очень легко видео можно так же нарезать Вы просто нажимаете обрезать И нажимаете Если обрезать, то вы сможете только вот спереди, да, обрезать видео И сзади Но вам нужно, допустим, вырезать какой-то фрагмент Нажимаете вырезать И подстраиваете правой Ой, левой штучкой В тот момент, который, и правой В тот момент, который вам нужно вырезать Все очень удобно, действительно Разделите, допустим, вам нужно разделить видео Вот это нажать галочку, у вас разделяется видео, вы можете между этим видео также вставить, что, допустим, нажимаете на плюсик и такие, я хочу вставить между этим видео еще вот такое видео, ну там тоже другое, и просто оно вставится сюда, или вы можете его перемещать. Вот, вы нажимаете за ним долго и перемещаете между этими видеозаписями. Ну все, ну что еще вам тут рассказать? Можно еще также скорость сделать меньше, то есть замедленную съемку сделать, чтобы вы медленнее двигались. То есть, ну, функционал реально очень удобный. Можно добавить музыку. Нажимаете на песни и здесь выбираете из своих песен. Если у вас iPhone, то самым легким способом, чтобы скинуть ваши любимые песни на iPhone, будет просто ваш кабель и приложение iTunes. Вы просто его подсоединяете и перекидываете на приложение iTunes музыку. Если вы хотите, я в этом сниму, но не сейчас уже. Вот, напишите в комментариях. И дальше вы выбираете музыку, допустим, нажимаете пользование. Вы ее перемещаете туда, куда вам надо. Вы нажимаете на нее, вы также можете контролировать ее размер, да, ее звук, будет ли усиление. Все можете делать. Вы можете даже голос записать за кадром. Вот. Ну, я не буду сейчас записывать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-то-па-ля. Вот. И как вам удобно. Советую вам с этим приложением разобраться самим, потому что, ну, тут действительно много всего. Тут можно и фон менять на видео. Допустим, удалим это видео. Вот. Вы можете изменить фон, чтобы он был не размытым, а как картинка. Вы можете сделать цвет. Вы можете сделать, чтобы фон был картинкой, которая вас интересует. Вы можете сделать градиент. Ого, я даже сама новые функции для себя узнала. Смотрите, смотрите, смотрите. Много-много всего. Используйте это. Ну, и чтобы сохранить, просто нажимайтесь в право верхнего угла, сохранить, и обязательно не забывайте то, что нельзя выходить из приложения, пока оно не сохранит видео. Также может появиться реклама. Обязательно ее просмотрите до конца. Нажмите на крестик, да, или на close. И вот после того, как написано сохранено, все, оно сохранено, и оно появится у вас в галерее. Следующее приложение, которое вроде бы использовалось раньше в основном для каких-то съемок конкретных видео. Помните, я вам показывала, да, как я снимала там разные смешные видео или под музыку. Но сейчас в нем можно также очень крутые эффекты добавлять, чтобы ваши сторис смотрелись более интересно. Все, что нужно, вам нажать на плюсик. Ну, естественно, зарегистрироваться там через Facebook или через свою почту. Дальше вы нажимаете на видео, которое у вас уже есть, допустим, да. Я так делаю вот с этим видео. Видите, здесь появляются определенные эффектики. Я сначала его ускорила в приложении InShot. Там добавила фильтр, добавила музыку. И видите, вот такие вот разные-разные штучки, которые появляются на протяжении видео. Я их сделала в этом приложении. Как я это сделала? Вот, допустим, берем 15 секунд видео, нажимаем «Далее». И здесь нажимаем на вот этот значок часов. Можно наложить на всем периметре видео, как вы хотите. Допустим, вы ставите ползунок вот сюда в этот момент, и вам хочется сделать 70-й эффект. Вы зажимаете долго-долго-долго, и пока вы не отпустите эту клавишу, оно будет на весь период, туда, где вы нажали, вот этот фильтр накладывать. Потом дальше вы такие, я хочу, чтобы здесь тряслось все. И долго, да? Здесь вы хотите, чтобы был эффект такой темный какой-то, замедленный. Также эффекты времени. Можно сделать, допустим, повтор какого-то фрагмента. Видите? Хоп-хоп. Тоже его можно переместить. Хоп-хоп. Или сюда. Нет, ну как-то странно смотрится. Хоп-хоп. Шейкер-шейкер. Патимейкер, да? Все. Допустим, вам понравилось. Дальше можно здесь также фильтр наложить. Мне просто понравился один фильтр, он сделал фото таким, интересным. И все. И дальше вы его просто сохраняете. Нажимаете далее. Не забудьте нажать на третью клавишу. Вот видите, тут Twitter, Facebook. Третье, чтобы оно сохранилось. И нажимаете опубликовать. Все. Оно у вас сохранится автоматически. Так, чтобы видео у нас не получалось слишком большим, я расскажу вам уже в краткости о тех приложениях, которые я использую редко, но они также вам могут быть полезны. Это приложение Splice. Я не буду в нем углубляться, но оно также бесплатно, и в нем очень удобно нарезать видео. Вы можете его изучить полностью сами и применить. Также приложение RFFV. Ну, RFV вроде так. Здесь в чем фишка его? Вы можете переворачивать видео на 90 градусов или отражать его, если вам надо. Ну, покажу на примере быстро. В этом приложении можно делать лайффото в видео превращать. По-моему, это очень круто, потому что на всех остальных приложениях, когда я так делала, там оставалась надпись, и она не очень прикольная была. О, здесь это можно сделать. Это очень круто. Друзья, видите? Не зря я начала снимать это видео, я даже еще и нашла для себя клевый лайфхак. Это круто. Теперь вы знаете его тоже. Вот. Помимо того, что вы просто можете обернуть видео, также можете его еще и из лайффото сделать в обычное видео без какой-то надписи и испорченного качества. Приложение, которым я сейчас не пользуюсь, это приложение Кира Кира. Я вам быстро просто объясню. Вы наверняка видели видео, где девушка идет, допустим, у нее все платье блестит, или она снимает что-то, у нее все какое-то в блестках таких в онлайн-режиме. Это приложение Кира Кира. Оно там стоит тоже рублей 100, но если вам хочется, вы можете его купить и пользоваться. А может оно и бесплатно, я уже, честно, не помню. Также приложение InPreview. Я знаю, что и многие пользуются. Я сама им не пользуюсь, надо будет с ним поиграться. Приложение Хромик. Я слышала, что ее часто пользуются. Но, честно, из того, что здесь есть и из фильтров, которые можно наложить, здесь, наверное, только один фильтр. И это вот самый, по-моему, вот этот, третий. Больше я не знаю, что здесь можно наложить. А, ну, в принципе, вот еще фильтр. То есть, если вы хотите какие-то разнообразия добавить на свое видео и рамки какие-то, то можно здесь также поиграться. Ну и последнее приложение, о котором я расскажу, это приложение CutStory. Я не буду в нее заходить. Оно элементарное. Просто, если вы, допустим, снимали долгое видео и вы хотите его выложить в Stories по 15 секунд разбить, то оно сделает вам автоматически хоть час видео нарежет на все по 15 секунд, хоть минуту на 15 секунд. Поэтому welcome, пользуйтесь. Ну что, друзья, на этом все. Но на этом сюрпризы и приятности не заканчиваются. В общем, я начала, как вы знаете, вести разборы профилей. И для меня это стало как-то даже очень интересно и забавно. То есть, я беру профиль человека, и мы с ним каждый день ведем диалог по поводу того, что ему изменить, как ему найти свою тему. Я ему скидываю полный отчет того, как ему добиться того, что он хочет на Инстаграме. Может быть, получать рекламу от крупных брендов, да, зарабатывать на своем блоге. Или человек хочет именно конкретные цифры добиться. Или человек хочет, чтобы у него была конкретная аудитория. Я очень много знаний по этому моменту имею. Поэтому, если вам хочется обучаться у меня и разобрать в свой профиль, то конкретно тебе, если ты придешь с этого видео и скажешь, что ты с видео, будет скидка. Вообще, я веду профили за 4 990 рублей в неделю. То есть, мы, допустим, определяем какой-то день. Мы составляемся по скайпу и можем говорить 2-3 часа, ну, сколько там потребуется, да, чтобы познакомиться, чтобы я поняла, чем человек дышит, чем он живет. И после этого, на основе этого анализа, я делаю полностью разбор его профиля. Мы на протяжении недели тестируем новые-новые функции, обработку, посты, темы. И уже в конце недели созваниваемся и делаем большой-большой вывод. Да, если остаются какие-то вопросы, я, естественно, на них отвечаю. Почему такая стоимость? Потому что я не готова брать много людей, вы можете сказать, что это дорого. Окей, пусть будут только те, кто готов эту стоимость заплатить, но конкретно тебе, если ты скажешь, что ты с этого видео, я сделаю тебе скидку и за разбор вместо 5000 рублей возьму 4000 рублей. 3990, поэтому пиши, и тогда я тебя буду разбирать. Если для коммерческих профилей, то там цена чуть побольше. Но конкретно о чем я хотела сказать, я хочу разыграть разбор профиля Инстаграма для тех, кто подпишется, будет подписан на мой канал, поставить палец вверх под ним, обязательно оставить комментарий и напишет, о чем он пишет свой блог, о чем он ведет его, как бы он хотел его развить. Я буду выбирать не просто тыком, а буду действительно выбирать человека, который мне будет симпатизировать. И этот человек бесплатно получит от меня полный разбор, общение, коммуникацию бесплатно. Поэтому есть мотивация поучаствовать, еще раз скажу, подписка на мой канал, поставить на колокольчик обязательно, лайк и комментарий. Также не забудь подписаться на мой Инстаграм, чтобы все равно следить за новостями. В принципе, это все. Я очень надеюсь, что тебе было интересно это посмотреть видео, и эта информация не просто так из меня вот сейчас вылилась. Спасибо огромное, что ты был со мной. С тобой была Диолета Маурер или просто Ви. До связи. Спасибо.